Они там есть, в Запорожье. Статья на Конте за 13 июля 2020 года Сергей Лебедев не клохматый. Иногда, когда совсем плохо, когда уже уходит Надежда и остается только сцепить зубы и продолжать делать свое дело, приходит не ветерок Надежды, а даже целый ураган. Несмотря на украинскую пропаганду, которую ретранслируют и некоторые пророссийские сайты, граждане Украины продолжают свою борьбу с фашистствующим режимом украинских властей. Вот живешь ты в обычном городе, скажем это Запорожье, дом, семья, работа, регулярное повышение цен, серая зарплата, больная мать, лекарство для которой стоит бешеных денег. Детей надо в школу и детсад собрать, отпуск взять и скататься хотя бы на дачу на пару недель, а там консервировать как проклятый. Никто ведь не знает, что интересного приготовила киевская власть. И ты жалеешь иногда, что все твои потуги, которые ты с товарищами очень аккуратно делаешь, уходят в пустую. Занимаетесь вы всяким. Кто-то листовки разбрасывает, кто-то передает интересные сведения о состоянии военных штабов, о реальности, которая происходит на АЭС и о том, что плотина скоро может уйти в пользу телезрителей, и тогда уже не важно будет, кто ты и что делаешь. Волна сметет всех, АЭС тоже. Вы уже не те яростные подпольщики, что были в 2014, когда казалась победа, вот она, наши с Донбасса идут. И ковыряясь в этих серых буднях, похожих один на другой, ты теряешь нить путеводную, ту самую, которая вела тебя, которая давала надежду. Такое ощущение, что остался только ты, да несколько твоих товарищей, а весь мир против вас. Ты идешь утром на работу и вдруг видишь плакат. Нет, плакатище. Думаешь, показалось. Всматриваешься? Нет, не показалось. На плакате Павел Судоплатов и надпись «Будем достойны настоящих героев» и памяти их подвига «Борьба продолжается». И тут ты начинаешь смеяться. Радостно смеяться. Ты вдыхаешь свежий утренний воздух. По лицу скользят солнечные пятна, пробивающие крону дерева. Чувствуешь ты себя прекрасно. Значит, не только ты и твои товарищи. Есть люди с остальными причиндалами, звон которых при ходьбе становится похоронным звоном по всем этим активистам и остальным по наехавшим украинствующим. А по Запорожью ходят люди, от которых исходит тот самый стальной звон. И ты буквально слышишь его на каждом шагу. И небо становится ярче, солнце горячей, девушки красивее и улыбаются тебе. А в офисе по наехавших друзей Порошенко форменная истерика. И бегают по наехавшей, мельтешат, не знают. А как так? Не листовки, а целые бигборды. И не один, а куча. И кто-то ж заплатил за аренду. А СБУ куда смотрела? И вообще, может, русские собираются наступать? Тогда надо найти в тайничке флаг Новоруссии и кричать, что это ты лично расклеивал борды с Судоплатовым. Еще и нашли, кого на борды прилепить Судоплатова. Это ж не намек даже, а прямая угроза. Каждый знает, чем именно прославился Судоплатов. И не хочется новым бандеровцам, чтобы новый Судоплатов продолжил дело того самого, который на борде. Тарас Березовец, пропагандист такой украинствующий, бьется в истерике. В Запорожье на улице Таганской появилась растяжка с Павлом Судоплатовым. Судоплатов, уроженец города Мелитополя Запорожской области, сотрудник ОГПУ НКВД, сталинский киллер, убил руководителя ООН Евгена Коновальца, организовал убийство Льва Троцкого, СБУ и нацполиция. Ау-у-у-у! Хорошо, Тарас, что ты знаешь имена настоящих героев этой многострадальной земли. И у тебя правильная истерика. Ты ведь тоже слышишь тот самый стальной звон от походки некоторых настоящих граждан Запорожья, а не понаехавших трансгендеров. Я вот даже в Донецке слышу этот звон. А также наблюдая зарево от реакции понаехавших украинцев, многие из них сейчас покупают вазелин оптовыми партиями. Кому не хватит, пользуйтесь Алидол, Супрун вам разрешает. Судоплатов точно знал, как с вами нужно поступать. Знают об этом и горожане любого города украинской территории. В ОБСЕ пожаловаться вы точно не успеете. А по Запорожью шел парень. Люди не оборачивались, но многие слышали стальной звон, примерно такой же, какой слышится со стороны Донецка и Луганска. И день был уже не пасмурный, а солнечный. И небо было синее, трава зеленее, ветерок ласковей. Люди оборачивались и некоторое время смотрели на плакаты. Некоторые фотографировались на их фоне и отсылали знакомым. А над Запорожьем плыл стальной звон. Сергей Лебедев для тех, кто там есть. Я думаю, это важно и для тех, кто здесь есть. А не там есть Запорожье. Это не когда-то до 2014 года. Это прямо сейчас. В Запорожье. АT?!" АТВОЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...